Я за Украину Ну а мы за Россию А я из Тульской области и за Украину А нам наплевать на тебя А мне на вас Фашиста! 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 Тут! Это Александ farка Здесь находится в регионе Донецка И только наверняка На мере Wrestling Как здесь форейка Форейка Потом, это школа Это там парня В этом месте, где полный станок находится. И много украинских силов, чтобы осуществить что ничего случилось. Потому что мы уже слышали, что там есть separатисты идут по полной станции в остальном регионе, интимидурующих руководство и осуществляют, что избежание не принимает в очень много местах в Донецке. Мы голосователи. Я не был так рад, чтобы сделать историю о выборе, но это один из единственных мест в регионе, где это происходит. Петро Порошенко, канди-макер и политикан, но, в зависимости от Украины, он должен получать более 50% из своих выборов, чтобы победить в первом ряду. И многие люди не хотят, чтобы это идти в втором ряду, потому что это означает более нестабильность для Украины. Но люди здесь не просто выбирают как кандидата, они также выбирают, чтобы показать их поддержку для единственных стран. Так что эта выбора, наверное, самая важная выбора, которую Украина никогда не получила. Извините, пожалуйста, а можно у вас спросить, за кого голосовали? Мы из Америки. Вайс-ньюс. Хорошенько. А можно спросить, почему? Почему? Это человек евростанский. То есть вы за то, чтобы у Украины был европейский путь к развитию? За кого вы проголосовали? А Бог не знает. Их 20 человек. Их не знаю. И того не знаю, и того не знаю. Это не те времена. Раньше приходилось 100 грамм, наверное, давало. А. Сейчас, в общем, дай серельник. Дай серельник. Это точно. Спасибо. Да, вам спасибо. Вы за кого проголосовали? Порошенко. Почему за Порошенко? Не знаю. Так. У меня к нему симпатия. Верю, что, наверное, он сможет. Потому что из всех, наверное, он посильнее остальных. Нам надо еще сила, потому что вы видите, что творится в стране. И вы считаете, что он сможет объединить Украину? Надеюсь. Надеюсь. Здесь есть электорическая комиссия в Александровке. Синок на двери «Welcome», но двери вообще закреплены. Они как-то баррикадировали себя внутри. Потому что они боятся, что только если сепаратисты приезжают в эту область. Поэтому мы просили одного из участников, чтобы выйти и поговорить с нами. Насколько я понимаю, все члены избирательной комиссии сюда приехали из Славянска. Почему? Не все. Ну, тут есть из Донецка и из Александровки. Они перенесли с той причиной, что в принципе в Славянске оккупанты ци захопили все помещения и погрожают, и реально это действует свои погрозы, и членам комиссии, и агитаторам, и будь-яким прихильникам. Поэтому в целях безопасности просто в Славянске было бы не возможно это провести. Они бы захватили просто комиссию. Почему сепаратисты так против проведения выборов президента Украины? Ну, очевидно, для них это принциповое вопрос. Они же не признают Украину как такую, как целесную государство. И не признают, что Донецкая область является частью Украины. Они просто ненавидят Украину. И любое, что связано с Украиной, для них это ненавистным. И в том числе и выборы, хотя Порошенко не назвешь, або Тимошенко, або Гибко, например, участников, их не назвешь там украинскими националистами. И можно было бы с их стороны агитовать за принятого для них кандидата, например. Украина. 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 Украинский, на самом деле. Украина вот еще один январь. За кадром, украинского района Бребрия. Почему я не могу найти этот выкраинский репортаж? Украина. Украинский директор, знаете, не националист в Украине. Украина. Украинский народ. Украинский народ. Проверяем этажи. Откройте архив. Ещё один поменьше, кто там садись. Все нормально, свои. Не работает. Я понял. Да не разбивай. Мы сейчас сами зайдём. Вообще у нас здесь вот сюда стоят. А вот тут стоят с тобой. Я хотел проголосовать и не знаю где проголосовать. Полгорода объездил и не могу проголосовать. Ну шо это такое, а? Ребята, никого такого нет. Кто проголосовал? Вообще никого нет. Время-то неизвестен. в большинстве района Ленецка, потому что, в самом деле, это тысячи людей собираются в центре города чтобы отправить большую группу революционных страданий на бассейн. Береги вас Бог, просим Бога, молимся каждый день за Бог. С Богом вам счастья, ребята. Спасибо. Берегите долго, ребята. Я за Россию. Я за Украину. А я из Тульской области и за Украину. А нам наплевать на тебя, понимаешь? А мне на вас. Ваши! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!